Казахстанец с зарплатой, превышающей 1 миллион тенге, накопил огромный долг по алиментам. Известно, что обязательный по закону выплаты мужчина не платил больше трех лет. В итоге и накопил долг по алиментам на троих детей почти 22 миллиона тенге. Я Гульнара Жендагулова, это программа «Народная экономика». И сегодня о том, как заставить платить по счетам нерадивого отца и куда идти, если самостоятельно получить законные деньги не получается. Проблема невыплат алиментов для Казахстана, к сожалению, остается одной из самых наболевших. На сегодняшний день больше половины производств по выплатам на содержание несовершеннолетних остаются неисполненными. Проще говоря, половина отцов и матерей, которые обязаны ежемесячно перечислять деньги на содержание своих детей, этого не делают. Ребенок остается без содержания своего папы. Как скажем, мама одна несет бремя ответственности, воспитания, содержания ребенка на себе. И в этом случае государство помогает в виде алиментов на его содержание. И вот что говорят цифры. На начало ноября этого года у судебных исполнителей находилось больше 254 тысяч производств. О взыскании алиментов на сумму, превышающую 17 миллиардов тенге. Из них взыскано только чуть меньше 2,5 миллиардов. Это всего 14%. Алименты это не добровольный. То есть, если бы он хотел, бывший супруг, он бы пошел, написал это соглашение, обоюдно, ежемесячно оплачивал бы. И никто ему претензий не имеет. Судебный исполнитель за ним не гоняется, не арестовывает его счета, не блокирует. Не накладывает ареста на его имущество, не обременяет его никак. Но на практике таких вот разумных отцов единицы. По большей части бремя финансового обеспечивания детей несут мамы, которые не всегда доходят до судебного исполнителя. А между тем, процесс получения алиментов в Казахстане упростили. Все для того, чтобы заставить недобросовестных родителей платить по счетам. Вопрос по выплате и невыплате алиментов на сегодняшний день становится все более популярным. И на масштабы этой проблемы мы не можем не обратить внимания. Согласно официальным данным Верховного суда, в 2019 году составлено более 54 тысяч заявлений по выплате алиментов на несовершеннолетних детей. Также здесь следует обратить внимание на количество заявлений по расторжению брака. То есть в 2019 году это количество составило свыше 79 тысяч обращений. При этом из них 68 тысяч пар имеют несовершеннолетних детей. Но добросовестных плательщиков просить выполнять свои обязанности перед детьми не нужно. Они и так исполняют все предписания. Хуже с теми, кто намеренно уклоняется от выплат. Меняет место жительства, занижает размер заработной платы. В итоге деньги вообще не выплачиваются. За должность копится годами. Зыскать алименты по таким делам довольно сложно. Алименты рассчитываются следующим образом. На одного ребенка, если между супругами, у супругов есть один ребенок, взыскивается одна четвертая часть его всех заработков. То есть это не говорит о том, что только заработная плата и все. Это со всех видов заработка. То есть это заработная плата, какие-то бонусы, премии и так далее. То есть со всех видов заработка данного должника. Далее, если это двое детей, то одна третья с заработной платы. Если три и более детей, то половина с заработной платы должника. Опять же отмечу, что не только заработная плата, а со всех доходов должника. Но что делать, если должник не работает? Подавать в суд и при наличии судебного решения горе папашу устроят на работу. С начала этого года, к примеру, в Казахстане трудоустроили 2500 должников по алиментам. Если до 2014 года судебные исполнители имели право взыскивать с минимальной зарплаты, то с 2014 года ввели поправки в законопроект. В 2020 году среднемесячная зарплата составляет 143 тысячи тенге. То при расчете на одного несовершеннолетнего ребенка с такого безработного должника будет взыскиваться 35 900 тенге на одного ребенка. В прошлом году в стране приняли еще одно правило, которое помогает заставить должника платить по счетам. Минюст подписал меморандумы со всеми акимами и правоохранительными органами. С помощью полиции судебные исполнители могут выявить автомашины должников, задержать их и отправить на штрафстоянку с возможностью принудительной продажи, деньги от которой идут в счет погашения долга перед детьми. В 2020 году зафиксирован рост в два раза по задержанным и реализованным с аукциона автомашинам. На сегодняшний день мы как минимум получаем обращение в день по выплате и невыплате алиментов от 12 до 65 обращений. При этом сюда мы не включаем показатели касательно бракоразводных процессов, то есть по ним будут еще обращения по алиментам в том числе. И юристы советуют тем родителям, которые воспитывают детей в одиночку, быть активными. Тем более сейчас, когда закон позволяет не просто наказать должника, но посадить за решетку или лишить его родительских прав. Если родитель не выполняет свои обязательства по выплате алиментов, заявитель, то есть в данном случае супруга, бывшая супруга, имеет право обратиться с письменным заявлением к судебному исполнителю, чтобы он выдал ей справку о задолженности по алиментам. Далее пишет заявление о том, чтобы привлечь должника к административной ответственности. Если он не выплачивает более 6 месяцев и больше алименты, может даже написать заявление, представление на... Частный судебный исполнитель выносит представление, правоохранительные органы, и также его могут привлечь к уголовной ответственности. То есть 6 месяцев – это тот временной срок, который дается должнику хотя бы на частичное покрытие суммы задолженности. При этом юристы признают, зачастую механизмы скрывания доходов у должников-алименщиков таковы, что в них может разобраться, пожалуй, только профессиональный сыщик. Вот данные официальной статистики. Более 9 тысяч должников по алиментам имеют постоянные пенсионные отчисления. А это значит, они имеют стабильный заработок и могут выплачивать алименты. Более 2,5 тысяч должников имеют недвижимое имущество, либо собственные автомобили. Еще больше 3 тысяч человек, которые должны собственным детям, не объявлены в розыск. Еще 515 должников не ограничены в правах по пересечению границы. Все это – результаты недоработки судебных исполнителей. Здесь уже должен хорошо поработать судебный исполнитель. Его обязанность на основании закона о статусе судебных исполнителей, судебном исполнительном производстве заключается в том, чтобы следить за тем, чтобы должник своевременно выплачивал. Если этого не происходит, то можно и нужно жаловаться в Республиканскую палату частных судебных исполнителей. В настоящий момент судом упрощено данное производство. То есть выписывается судебный приказ в течение пяти дней после написания заявления заявителем. Далее оно направляется в региональную палату частных судебных исполнителей, и после чего уже взыскивается с должника через его бухгалтер, через то место, где он работает. То есть официальные выплаты со всех видов доходов, эти выплаты подлежат отделению. И еще одна важная ремарка. Получателям алиментов на содержание несовершеннолетних детей вместе с получателями пособий и социальных выплат нужно открывать в банке специальные счета. Они неприкосновенные. То есть их невозможно ни арестовать, ни заблокировать. Это была программа «Народная экономика». Мы докажем вам, что каждое, даже небольшое изменение на финансовом рынке может иметь большое значение для ваших финансов. Вместе с вами мы заглянем в денежные копилки правительств государств и посчитаемые чужие деньги, и подумаем, как сохранить свои. С вами была Гульнара Жандагулова. Продолжение следует...